Байкеры открыли сезон мотозаездами и альтернативным концертом Акатопырыщ с удовольствием. Поддержать циктовкарских собратьев в столицу Коми съехались мотоциклисты из городов и районов Коми, Кирова и даже Липецка. Кстати, байкеры из Воркуты приехали на открытие сезона поездом. Своих железных коней они оставили дома. Любовь Лапина оценила рев Харлеев и электрогитар. Рев моторов продолжался до самой ночи, а на сцене, которую оборудовали на двух припаркованных рядом фурах, повсю гремел тяжелый рок. Посмотреть на это действие пришло несколько десятков горожан. Такой вялый интерес организаторов расстроил. Сейчас век интернета и людям проще посидеть в интернете, попереписываться в соцсетях, все дела, оттуда скачать музыку, нежели прийти на живой концерт. Все равно любители такой музыки не остаются, но есть определенная группа людей, которые постоянно ходят на концерты и поддерживают местных хороших исполнителей. Тех, кто все же пришел послушать живую музыку, местные исполнители отблагодарили, отыграли на полную. Тяжелыми рифами гостей порадовали такие группы, как Signal Fire, Kinky Depp, Stellar, Top Dogs и другие. Неожиданно для всех выступил и рэп-исполнитель Гео Пика. Если раньше услышать речитатив на рок-фестах было невозможно, то сейчас это в порядке вещей. Вот это альтернативное мышление человека само, наверное. Я не знаю, может кто-то здесь, может здесь 90% отвернулись и сказали, фу, что это там. Но я все же думаю, что кому-то понравилось, поэтому, ну, альтернатива опять же, как и вы выразились. На все есть своя альтернатива и нужно найти того слушателя, ту массу, тот поток. Специальным гостем стала московская группа Имплозия. Ребята показали высокий уровень исполнения и, как говорится, прокачали народ от души. Но, как заметил еще один госфестиваля, бард из Великобритании, Джейсон Оуфен, точно такая же почти профессиональная сыгранность есть и у сыктывкарских рок-банд. Я весьма впечатлен, потому что организация концерта, причем организация весьма короткие сроки, она очень впечатляет. И качество банд, качество групп, который мы здесь видим на этой сцене, очень-очень-очень внушает серьезные надежды. По мнению организаторов, вечеринка все же удалась на славу. Поэтому на закрытие сезона они намерены собрать еще один, но уже более масштабный фестиваль. Любовь Лапина, Евгений Ершов, Иван Богомолов, телеканал Юрген, Сыктывкар.